Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро едет и сегодня такой вот гайд будет, ребята, давно у меня, причем неоднократно был ролик по поводу вот этой программы под названием TS Tools или TS Safe Editor Tools. Эта программа служит для, скажем так, взлома, для редактирования и взлома игры Евротрак Симулятор 2 и Американ Трак Симулятор, где вы можете, в принципе, сделать все что угодно и поменять номера в том числе и сделать себе максимальный уровень и купить все, значит, гаражи, открыть там территории и так далее и тому подобное. Смотрите, решил я обновить этот гайд, естественно, у меня он давнишний, многие писали, Дима уже что-то не работает, то работает, то не работает и я вот решил, собственно, это все дело сделать. Поехали. У моего друга есть для тебя новости. Спасибо, Ральф. Я тут начал играть в OneState и меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В процессе встретил кучу игроков, ведь игра полностью состоит из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного, медика, есть даже те, кто создал свою банду и держит город страхи. С кем-то я подружился, начал мериться, у кого круче тюнинг и самое крутое, что все это на настоящей карте Америки. С удивительной оптимизацией и графикой. Я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн игр. Буду тебя ждать в OneState. Обязательно скачай ее по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. В общем, друзья, с того, что я нахожусь на SCS Software Forum, где мы скачем официальную вот эту программу под, видите, 1.48. Скачивается она вот здесь вот внизу на GitHub, то есть мы переходим на GitHub и скачем вот этот zip-архив. То есть у нас будет вот он. Мы его открываем и здесь вы видите всю вот эту историю. Нам нужно все это дело перекинуть там в свободную какую-то новую папочку. И нам нужно еще скачать вот эту программу ETS 3.6 Tools. Она нам потребуется только для одного. Я потом покажу, потому что действительно удобно использование двух этих программ. Тоже ссылочки, естественно, все оставлю. Соответственно, вы скачиваете ETS Tools. Он в виде экзешника. Вирус там и так далее ничего нету. Не переживать никаких проблем. Тоже мы его закидываем, ну, куда-нибудь в папку, либо прям в TSTools закидываем. Прям туда же, все в одно. И все будет у вас прекрасно. Значит, смотрите. По поводу TSTools. Тут автор говорит, естественно, о том, что все мы делаем на свой страх и риск, естественно. Потому что может профиль поломаться. Такое может случаться. Почему бы и нет. И здесь, вот как вы видите, много комментариев было, что не работает. Смотрите, я даже переведу. Вы не можете редактировать, значит, файл, если он у вас сохранен в облаке Steam. Для того, чтобы его сохранить, да, и делать манипуляции, зайти в игру, редактировать профиль и отключить использование Steam Cloud. Тогда все будет прекрасно. Как эта тема вся работает, ребята? Смотрите, я нахожусь уже в ETS на абсолютно новом профиле. Уровень 0. Чтобы нам взломать и получить все навыки, нам нужно, допустим, прокатиться сколько-то раз, чтобы мы получили хотя бы один навык. Можно катать, можно не катать. Просто если мы не будем катать, а взламывать, у нас вот эти навыки будут недоступны всегда. Но они будут все прокачаны. Для кого-то это важно, для кого-то нет. Чтобы все это, как говорится, тыкалось и работало, да. Но в целом, как бы, я на это не обращаю абсолютно внимания. Как вы видите, у меня денег сейчас 2400 евро. У меня нулевой абсолютно уровень, новичок, никаких навыков, не могу я купить ни хрена. Там какой-то один салон умеет открыть, денег на него нету и все в этом духе. Что мы с вами делаем? Первым делом мы зашли с вами в профиль, но опять я сейчас перехожу сюда. Мне нужно зайти в документы, Евротрак Симулятор 2, файл, конфиг. Открываем файл конфиг, ctrl-f и пишем кнопочку save. Нажимаем вниз, у вас появляется вот такая вкладка g, save формат. У вас будет стоять 0. Нам нужно поставить 2, для того, чтобы мы впоследствии могли вообще редактировать наш профиль. На 0 не редактируется профиль. На формате 2 как раз позволяет расшифровать вообще, в принципе, профиль. Вот. Ставим 2, сохраняем. И все у вас сохранено. Теперь вот в игре, когда вы зашли, вы сначала именно делаете save формат, потом заходите в игру, создаете там свой профиль, допустим. И там прокатились, нажимаете сохранить, сохранить игру. И пишите, ну допустим, там тест. Да, это будет мое сохранение. Мы его все сохранили. Мы его сохранили. Я специально сейчас выйду в меню, чтобы показать вам как раз, где отключается кнопочка Steam Cloud. Которая вот эта вот самая противная кнопочка, которая сохраняет в облаке Steam. И у ваших профилей нету на вашем компьютере. И с этим очень много сталкиваются, но такие проблемы как бы присутствуют. Поэтому вот сейчас я жду загрузки. Давай, загружайся, пожалуйста. Спасибо. Загрузился. То есть, смотрите, вот наш профиль. Изменить профиль. Видите, использовать облако Steam. По-русски написано. У вас будет стоять галочка. Ее надо снять и применить. И применить. И тогда все будет прекрасно. То есть, сначала вы снимаете галочку. Потом сохраняете. И у вас ваше сохранение будет... Упадет вам в локальный диск. Там, С, мои документы, ETS или Америка. Понятно. Сделали. Сейчас у меня загрузится. Все. Пускай висит ETS, мне она не нужна. Дальше что мы делаем? Мой компьютер у меня здесь вот. Вот у меня создала папочку TS Tools. Как вы видите, вот она. Сюда же я закинул ETS. Три шестерки Tools. Открываем TS Tools. Он говорит, что у нас тра-та-та-та-там. Да, проверил версию. И смотрите, видите? Сразу можно выбрать Америку или ETS. Он цепляет, естественно, ваши профиля. После того, как мы отключили Steam Club. Вот. Вот мой новый профиль. Добро. ТС. Т я назвал. Тест. Автосейв. Да вот он мой. Тест. Нажимаю Loud. Загрузка. Проходит загрузка. И мы загружаемся. Сразу подцепляется наш профиль. У меня тут, видите, 94 опыта. Нулевой профиль. Ни хера нету. Денег у меня вот. 2400. И все. Начинаем взламывать. В первом столбце у нас что? Мы можем увеличить уровень на 1, на 10. Или сделать прям максимальный сразу 150 уровень. Но, видите, у меня все на английском. Заходим в Landage. Русский. Переходим на русский язык. Соответственно, у нас теперь максимальный уровень нашего водителя. Чемпион. Максимальный уровень 150. Окей. Все наши навыки. Естественно, мы просто на каждый навык тыкаем. Вот так вот. Пам-пам-пам-пам. Мы прокачиваем весь наш навык. Весь. Заходим в компании. Наше название компания, которая была создана при создании профиля. Средства на счету сейчас у меня денежек 2400. Я вот это все дело убираю и пишу 99999999999. Ну, 0 убрать. Денег немерено. Штаб-квартира у меня вот здесь находится. Окей. Здесь наши находятся наши гаражи, которые не куплены. И, соответственно, нам нужно их купить. Можем это сделать здесь. Можем это сделать в ETS Tools. Ну, давайте прямо уж здесь мы сделаем. Да. Вот я вот так просто беру какое-то количество. На дефолте, да, естественно. Если у вас будет там сборка карт. Соответственно, у вас будет это тут еще со сборки карт. Различные все эти вещи. Вот мы с вами там какое-то количество взяли. Нажимаем купить. Видите, они куплены. Вы можете сразу даже вот так сделать. Вот мы уже их купили, по сути, какое-то количество. Да, вот это все эти вещи. Сколько их там у меня. И еще сразу расширить до максимальных. Все, мы их купили, ребята. Больше ничего не надо. Здесь у нас вкладочки. Опять же, это перемещение водителей и так далее. Оно, ну, такое себе. Можете делать, можете не делать. Дальше. Водители. Как вы видите, у нас водителей сейчас прямо здесь нету. Но мы можем прямо вот так вот сразу взять водителей каких-то. И сразу их нанять. Сразу тупо их нанять. Уже отсюда. Или уволить отсюда. Или нанять отсюда сразу. В гараже, да, и со всеми делами. Вот мы их там наняли, и все, они у нас есть. Это так образно говорю. Понятно, что это вы сами уже для себя посмотрите. Посещенные города. У нас они не посещены вообще никакие. Ну, давайте мы тоже там какое-то количество с вами возьмем городов. И мы их посетим. Сразу скажу, что дороги будут неизведанные. Будут активные города. Но дороги будут неизведанные. Нажимаем посетить. Все. Мы посетили какое-то количество городов. Соответственно, мы посетили. Мы купили водителей наняли. Мы купили гаражи какое-то количество. Мы захерачили бабла. Прокачали весь навык, опыт, деньги. Грузовик. Грузовиков у нас сейчас нет. У меня сейчас сканя, которая не купленная, а которая не купленная, а которая у меня сейчас в найме. Скажем так, я наемный рабочий. Здесь вы можете, понятно, сразу заправить, починить и все в этом духе сделать. Все это сделать. Ну и в принципе, и здесь есть номерной знак. К нему мы возвратимся тоже. Здесь мы можем собственный номер, ребята, с вами прописать. Я потом покажу, как это делается. Дальше. Прицеп, соответственно, то же самое. Прямые перевозки. Это возможность выбора из любого города в другой город. И биржа грузов. То же самое вы можете конфигурировать, если вы хотите. То есть выбирать источник, выбирать компанию. Какой груз, сгенерировать, сберете, сохранять, заходите в игру на свой сейф. И будет уже ваш груз вас ждать. Ну и инструмент это для конвоя, который сейчас в процессе идет. Все, мы с вами это все сделали. Я нажимаю вот так вот сохранить. Сохранить. А, выбрать надо, да, значит, вот так вот. Какие-то траки и вот эти все какие-то вот там рабочих. Все, файл сейф. Сохранили. Что мы делаем дальше? Вот я сейчас захожу обратно в игру. Нажимаю продолжить. У нас идет загрузка. Если он подцепит наш... Прошу прощения. Подцепит наш профиль. Хорошо. Если он сейчас наш профиль не подцепит. Он нас не подцепил. Мы нажимаем опять сохранение. Теперь загрузить игру. Наш профиль тест. Загрузить. Он либо зависнет, либо перезагрузится. Если у вас игра вообще зависла, вырубаете нахер игру. Запускаете. И делайте то же самое. Все это пройдет. Все. Мы с вами загрузились. И смотрите. Уровень 150. Денег у нас. 999. Та-та-та-та-та-та. До хера. Навыки, как я и сказал. Если вы первые рейсы не сделали, не активировали хотя бы одну. У вас они будут закрыты. Но при этом у нас максимально все будет, естественно, прокачано. И все. Если у вас есть какой-то там... Сейчас откажусь от этого груза. Вот. И... Видите, у нас сейчас пока прицепы тоже. Нужно купить грузовик. Мы покупаем какой-нибудь... А, онлайн. Подожди. Посетить автосалон. Сейчас мы посетим автосалон. Какой-нибудь купим. Они как бы могут и сохраниться или нет. В последних версиях как бы это все дело было. Сейчас посмотрим. Персонал. Ага. Пока только мы. Вот опять сейчас. Гаражи. Это то, что у нас сейчас в гаражах есть. А, ну нужно... Да, драйвитов надо. Короче, это надо сначала купить, а потом уже нанимать. Все верно. Все. Да, это я туплю уже. Вот. И, соответственно, у нас уже есть здесь наши гаражи, которые куплены все. И, соответственно, у нас есть все. Вот, смотрите. У меня есть грузовик там DAV. Это мой грузовик, который, естественно, все он куплен и мой. Есть у меня номера какие-то, да, и все в этом духе. Что мы делаем дальше? Как вы видите, покупка у меня только DAV. И это очень печально. У меня только DAV и больше ничего. Наша задача сейчас с вами что сделать? Взять, тупо сделать все автосалоны. Нажимаю я. Сохранение. Опять сохранить. Сюда же в тест. Сохранить. Перезаписать. Мы сохраняемся. В меню я сейчас выйду. В меню я сейчас выйду. И мы теперь сейчас будем запускать программу, которая называется ETS2 36. Чтобы уж как бы по максимуму зарядить всю эту историю. Опять же ждем загрузки. Вот, загрузилась. Опять же сюда мы выходим. Только сейчас уже мне нужна программа под названием ETS3 6. Я ее запускаю сейчас. Она сейчас запустится у меня. Вот. Смотрите. Теперь что мы здесь мы можем что сделать? Выбираем здесь, естественно, наш профиль. У меня он добро ETS. Select профиль. Тест, да, куда мы сохраняли. И здесь можно открыть все гаражи. Давайте прям сразу. Открыть все гаражи. Открыть все дилеры. Открыть все дилеры. Открыть все города. Допустим. Здесь скиллы. Уровень 100. Ну все понятно, да. Починить грузовик. И заправить грузовик здесь. Больше нам, ребята, здесь ничего абсолютно не надо. Мы нажимаем save. Файл save. Просто закрываем. Опять заходим в ETS. Опять заходим в игру саму. То есть все это очень быстро и элементарно. В течение там. Это просто я больше рассказываю. Как бы вообще в целом. Больше рассказываю. Теперь захожу в покупку грузовиков. Опять же, видите, у нас не пролетело. Загружаем опять же наш этот тест профиль. Загрузить. Ждем загрузку. Он может просто мелькнуть. А может, видите, вот так вот загружать. Вот сейчас опять он загружает все это дело. Загружает все это дело. Они как-то, видите, параллельно работают. Дальше. Смотрите. Теперь по карте. Все города у нас активированы. Любые города. Все, которые мы с вами сделали. Ал, да. Они у нас все теперь активны. Покупка грузовиков. Все дилеры у нас здесь теперь есть. Которые мы с вами сделали. То есть мы открыли все дилеры. Вообще абсолютно. Хаите ман. Хотите такой. Хотите сякой. Вот. Грузовики у нас он один. Потом наш дав. И, соответственно, наши гаражи. Открываем гаражи. Все гаражи, какие есть, у нас куплены. Все гаражи абсолютно у нас теперь куплены. Вот то, что мы с вами сделали. Махинацию все это. Смотрите. Теперь дальше. Покупка прицепа. Я беру любой прицеп. Купить. Куда-нибудь. Естественно, это все делаю. Прицеп. Цепляю я, естественно, этот прицеп. Взять прицеп. Окей, окей, окей. Нажимаю в путь. Мы стоим вот здесь. Нажимаю 0F9. Чтобы зацепиться. Пока сейчас куда-нибудь. Я сейчас попробую вот так это. Если получится, то хорошо. Если нет, то немножечко придется вам удохаться. Видите, у нас сзади номера какие. Номера у нас немецкие или какие-то датские. Ну, собственно, не наши номера. Да? Вот не наши. Что на грузовике, что на нашем прицепе. Окей. Нажимаю Escape. Опять же нажимаю сохранить. Вот сюда вот в тест. Сохраняю в тест. Окей. Прямо даже здесь. Нажимаю Alt-Up. Перехожу обратно в TS Tools. TS Tools. Возвращаюсь к нашему грузовику. Загружаю наш профиль. Опять. Сейчас загружается наш профиль, который, видите, с нашими номерами. Все. Наш уровень. Наш опыт. Все. Денег у нас немерено. Грузовик. Смотрите. Вот здесь, видите, это номер, который мы должны с вами изменить. У меня здесь есть шаблон. Где он у меня? Новый текст. Вот он. Вот это надо сейчас взять и скопировать. Копируем. Открываю я. Барам-бам-барам-барам. TS Tools. Нажимаю вот сюда вот. Вот эту тему я убираю. И ставлю вот эту. И здесь мне надо написать Русия, по-моему. Во. Да. Что мы получаем? Мы получаем, что мы сейчас с вами изменяем наш номерной знак и нашу страну в местоположение. Соответственно, как вы видите, это скейл уже по умолчанию. Ничего не надо мудрить. Соответственно, мы здесь вот. 58-й регион мы можем поменять. Ну, допустим, у меня Воронеж. Я ставлю 136. Да, регион мы меняем здесь. Я все это положу вам в описании. И вот у нас там 544 VEU. Сразу хочу отметить, что это работает, если у вас стандартные номера. Если у вас номера модовые, или на моде стоят свои номера какие-то, 3D-модели и так далее. Это работать не будет. Это работает только на номерах стандартных с игры. И так же это может быть Русма, Пьюг и так далее. Без разницы. Но только чтобы на грузовике были номера дефолтные. А не 3D-модельные. Вы понимаете, о чем я говорю. Тогда иначе работать не будет. И так же, напоминаю, галочку Steam Cloud обязательно надо снимать, ребят. Обязательно. Значит, ничего не получится. И вот он наш номер. Ну, давайте я сейчас вот так вот E. Номера там 001. Видите, все меняется изначально. E и значит, у нас что получается? KH, да? EKH 001. Все, нажимаю ОК. Номера у нас EKH. Прицеп. Прицеп, та же самая история. Мы сейчас Австралию меняем на Руссия. Вот эту историю меняю я на вот эту. Там номер чуть побольше, да, по-моему, будет. Ну, допустим. Я просто, к примеру. И, по сути, вот то же самое сейчас сделал, да? Просто номера на FURI, там, по-моему, четырехзначные они могут быть, да? Там вот как-то вот так, по-моему, я не знаю. Ну, грубо говоря, вот просто для примера. Вот мы с вами вот эту историю сделали. Поменяли страну назначения. И, соответственно, все ОК. Вот у нас есть наш номер на нашем, там, грузовике и на нашем прицепе. Все. Больше нам ничего не надо. Я нажимаю Сохранить. Сейв. Захожу в ETS. Нажимаю Сохранение. Загрузить сохранение, которое мы изменили, да, сейчас. Загрузить. Идет сейчас, опять сейчас будет перезагрузка вот эта вся. И что мы получаем, ребят, с вами? Мы получим то, что у нас, во-первых, и деньги, номера сзади, русские наши на нашем прицепе, спереди у нас номера, русские наши, ЕКХ, ваш регион там и так далее. Понятно, что коряво это дефолт. Дальше, что мы с вами изменили? У нас по карте открыты все города, куда мы можем с вами взять груз, да, биржу грузов. Мы можем в любой теперь тыкнуть, абсолютно в любой, и будем все это смотреть, да. Дальше у нас 150 уровень, навыки, понятно, я сказал про навыки. У нас открыты все дилеры, какие только возможно. И это на любых картах, ребят, работает. И, соответственно, что у нас? У нас денег немерено, у нас открыты все гаражи. Ну и, соответственно, по наймитам, по персоналу, да, соответственно, мы можем это уже потом. По поводу кадрового агентства. У нас это все, ребята, имеется. Вот как-то так это, ребята, все работает. Без проблем, просто я больше говорю, как бы, для вот конкретно, да. А так это все, ну, я это делал в течение там вообще буквально силы минут. Это все быстро, шпок, шпок, шпок и все. Но, хочу отметить, русские номера, если вы хотите поставить, вы их не поставите, если это карта по типу, там, Помизание, Гранд Утопия и все те карты, которые не относятся к дефолту, да. То есть, почему мы можем поставить русский номер? Да потому что у нас есть территория Балтиксия. Там есть русские номера, Ленобласть и так далее. А если карта будет Бразилия, ЕА Бразилия, будет карта такая-то, сякая-то, то, скорее всего, не утверждаю, прямо, ну, скорее всего, вы номера российские не поставите. Да, они, в принципе, там и не нужны, да, соответственно. А вот так, пожалуйста, как говорится, пользуйтесь. Все ссылочки я оставлю, естественно, ребята, в описании. С вами был Дима, канал Добро Едет. Пишите, что вы думаете об этом видосе, об этом функционале. Увидимся, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok